В конце прошлого лета я решил сделать видеокурс по рекламе авторского канала в Телеграме. Думал, это будет маленькое приключение, туда-обратно. Как же я ошибался. Но сначала предыстория. В конце лета я встретился с интернет-буржуем, с криптоинвестором Андреем Рябых. Андрей Рябых — это мой первый руководитель в Айтишке, и я до сих пор поддерживаю с ним дружеские отношения. Встретились, поболтали, рассказали, как друг у друга дела, и я в процессе общения рассказал, что у меня есть Телеграм-канал, который я развиваю, и в течение года у меня нормальный прирост подписчиков по невысокой цене за счет рекламы в чужих каналах. Андрей этим заинтересовался, говорит, а мне тоже можешь так сделать или нет? Я говорю, нет, времени нету, такой, ну тогда может сотрудника моего обучишь. Я подумал и согласился. Назначил цену и продал обучение сотрудника Андрея. Обучение я провел в живом формате, в режиме онлайн, то есть мы созванивались. Я перед занятием буквально там за день готовил теорию, проходился по этой теории, все объяснял, что знаю, затем была практика, и каждое занятие оно вот такое и было. Теория, практика, теория, практика. Всего было немного занятий, суммарно заняло это 6 часов, и на выходе сотрудник был обучен делать то же самое, что умею делать я с телеграм-каналами. Я получил позитивную обратную связь по результату и решил делать видеокурс. То есть в этот момент было принято решение, что курс делать надо, и я приступил к его созданию. И весь следующий месяц я прокрастинировал. Я вроде садился за материалы, вроде над чем-то размышлял, но всякий раз скатывался в ничего не делание, либо в какие-то другие задачи. Через месяц я понял, что это уже какая-то нездоровая тема, и обратился за помощью к другу. Другом этим оказался Глеб Кушедов. В свое время он основал питерский Epic Skills, компания, где студентов обучали айтишным каким-то штукам. Там мы с ним, собственно, и познакомились. А потом Глеб работал в каких-то других крупных компаниях и продуктах, работал методологом или методистом, все время путаете слова. Ну, то есть он знает, как создавать образовательные программы и как следить за тем, чтобы студенты доходили до конца. Вот я с ним поболтал, сказал, что Глеб, я прокрастинирую, хочу курс сделать, что делать? Глеб молча взял, открыл Excel-ку и пошел накидывать структуру курса, воспользовавшись моими заметками. У меня уже были какие-то заметки, которые я ему показал в Google Doc'ах. То, что вы видите на экране, это уже то, что переделал я сам, но основу этого документа заложил Глеб. У него помимо темы были разделы, условно, чему человек обучится, пройдя эту тему, какие там будут задания и так далее. В моем случае я все это уже вынес в какие-то отдельные сущности, то есть это финальная версия документа. Документ Глеб накидал мне буквально за час нашего общения, я взял его за основу, и Глеб говорит, а теперь иди и пиши для каждого раздела тексты. Я такой, в смысле? Ну вот, берешь, открываешь Google Doc'и и пишешь тексты, которые рассказывают суть каждого занятия, каждого раздела. Я такой, ну ладно. И пошел. И в течение месяца я работал над этим документом. И у меня получился 70-страничный документ с текстами для курса. Конечно, они не сразу все так написались. Сначала я написал первый раздел, показал его Глебу. Глеб дал мне обратную связь, сказал, здесь не слишком наглядно, здесь не слишком понятно, исправляй. И после того, как я нашел в себе силы и исправил все вещи по его комментариям, дальше, следующие разделы я уже писал с учетом этих комментариев и с новым подходом к написанию документов. В процессе написания этого 70-страничного документа у меня несколько раз появлялись новые разделы, когда я понимал, что чего-то не хватает и надо об этом дорассказать. И несколько раз я отказывался от старых. И то, и то, это довольно стрессовая штука. Никогда не хочется писать новые разделы, когда ты уже нафантазировал, что скоро закончишь работу над документом, а тут еще новая работа появляется. И также неприятно удалять старые. Ты вроде какое-то время писал, 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 а потом думаешь, а, ерунда, надо от всего этого отказываться, чтобы немножечко упростить структуру курса. Когда я закончил работать над документом, я сел работать над презентацией для этого документа. И снова мне понадобилась помощь друга. В этот раз я обратился к Сергею Иванову. Это автор YouTube-канала о практической стрельбе, там больше 100 тысяч подписчиков, и мой друг. Как это было? Я сделал первый раздел в презентации, дальше я позвонил Сергею и говорю, Сергей, я тут сделал презентацию для своего курса, можешь послушать? Он такой, давай. И мы в режиме онлайн с ним пообщались, я ему в этом же режиме провел презентацию, и он дал мне по ней обратную связь. Говорит, здесь ни черта не понятно, здесь переделать, здесь там не туда смотришь, здесь криво говоришь. Я такой, окей. И я переделал все на основе его обратной связи, то есть большинство пунктов учел, только в паре моментов остался при своем мнении. И после этого я сделал тестовый ролик, записал его, и показал его и Сергею, и своей аудитории в своем телеграм-канале нормального фрилансера. От всех получил позитивную обратную связь, ну, в целом, да, то есть были какие-то комменты, но в целом все было позитивно. И в этом ролике я не особо придавал внимание звуку, картинке и так далее. Этому я уже потом посвятил дополнительное время. Здесь важна была обратная связь именно по содержимому и по подаче этого содержимого. Всем все понравилось, поэтому я стал дальше делать вот эту презентацию с учетом всей этой обратной связи, с учетом пожеланий аудитории. Делал, 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 и так сделал 360 плюс слайдов. В процессе я придумал клевую штуку, у меня же в левой части презентации мое лицо, вот как сейчас вы на меня смотрите, а за ним у меня есть вспомогательный текст, подсказочки. И это очень удобно. Это помогает не только мне легче зачитывать презентацию, но и если эта презентация попадет в руки кого-то еще, кто захотел бы с ней ознакомиться, у него будут не только слайды в правой части, но и подробнейшие комментарии о том, что там на этих слайдах изображено. А вот эти вот желтые кружочки я вставлял в конце каждого раздела, чтобы случайно не начать записывать следующий раздел, когда я буду видеоролики готовить. Ну и наконец я приступил к работе над видеороликами после того, как я потратил месяц на презентацию. Это заняло еще две недели. Снимал я ролики одним тейком, то есть одним дублем с помощью программы ОБС. Я это делаю прямо сейчас точно так же. Я не тратил времени на монтаж, потому что это бы слишком сильно удлинило этот процесс, и в итоге было бы еще больше времени затрачено на курс. Какие-то ролики это были просто презентации, вот как я сейчас вам показываю. Какие-то ролики это демонстрация работы, живые примеры, а какие-то комбинации из этих двух вещей. И пока я снимал, за две недели я даже отрастил небольшую бороду, и довольно занятно наблюдать за этим процессом от ролика к ролику. Когда я все отснял, я начал выкладывать ролики на YouTube. Для каждого из роликов я еще подготовил обложку в Figma. Благо обложки они текстовые, и это не заняло у меня много времени и сил. Всего получилось больше 35 роликов, в общей длительностью около 4 часов. Затем я эти все материалы, то есть ролики, тексты, стал публиковать в базе знаний проектората. База знаний проектората — это пространство, которое я уже давно подготовил в рамках работы над своим брендом проектората. Это бренд по проектированию интерфейсов. В общем, есть проекторат, в нем есть база знаний, и там я выкладываю какие-то курсы, видеокурсы. Вот этот курс я тоже выложил туда. Эта база знаний — это всего лишь плагин или модуль для WordPress. называется этот модуль MemberLux. И мы много-много-много лет назад с моим партнером по проекторату Антоном Григорьевым купили его, по-моему, тысяч за 30. И вот он до сих пор с нами. В общем, в этом MemberLux я создал разделы, добавил все уроки, подготовил домашние задания. Это отдельный момент. И все это заняло еще две недели. Ну, материалов-то много, представьте себе, сколько там видеороликов, сколько текстов. Домашки я встроил как в сами уроки, вот пример, так и подготовил отдельный документ. Там все домашки в виде одного такого перечня, в виде списка. Для того, чтобы этот документ я мог легко проверить, если мне кто-то его пришлет в заполненном виде из студентов. Дальше я создал уровень доступа для этого курса, сгенерировал коды. Чтобы принимать платежи, я создал товар в системе Just Click, который я пользуюсь изначально. Никому не рекомендую Just Click, потому что с момента, когда я прошу вывести из системы деньги до того момента, когда они реально выводятся, проходит месяц. То есть месяц выводятся мои деньги из этого сервиса. Это жесть. Возможно, из-за небольших сумм такое ко мне отношение. И если суммы будут побольше, это отношение изменится. Но я этого не знаю. Поэтому при первой возможности я оттуда съеду. Но пока не съезжаю, потому что уж много там курсов закопил. Накопилось за последние 10 лет. Дальше я подготовил текст письма для тех, кто купит курс. Сделал страницу спасибо, которую видят покупатели после оплаты. Создал закрытый чат в Телеграме для студентов курса. Сделал лендинг. Лендинг я сделал на собственной платформе. LP-151. Это мой собственный проект. Пользуйтесь, если хотите. Лендинг на нем делать легко и быстро. Но мне это, конечно, легко и быстро, если я разработчик этой системы. В общем, это была самая простая и приятная часть задачи. И этот лендинг я постоянно улучшаю и дополняю. Тоже приятно. Там я выложил в открытый доступ в разделе программы курса несколько уроков, чтобы можно было с ними ознакомиться до покупки курса. Я старался выбирать самые полезные занятия, а не какие-то проходные. Собственно, вот и все. Раз-два и готово я хотел написать, а потом понял, что раз-два-три, там 4-5-6-7-8-9-10 и так далее, и готово. Итого у меня на создание этого курса ушло больше 4 месяцев. Спасибо друзьям, которые мне помогали в его создании. Причем мне даже не столько важны советы и обратная связь друзей, как возможность пообщаться с какими-то людьми, которые тебя спокойно, без злостной критики выслушают и позволят выговориться и проговорить многие вещи вслух для самого себя. То есть если бы я с ними не общался, то мне бы сделать курс было значительно сложнее. Возможно, я бы до сих пор прокрастинировал, если бы, к примеру, не обратился за помощью к Глебу. Собственно, эти 4 месяца, они хотя и были трудными, но, к сожалению, они не были решающими в общем деле. То есть я создал какой-то базовый продукт, дальше мне его нужно продвигать, а еще его нужно будет постоянно улучшать, если я хочу хороших результатов. Поэтому предстоящая работа, она гораздо объемней, уже проделанной. А на этом все. В описании к видео вы найдете много полезных ссылок, изучайте курс, читайте мою бесплатную книгу нормального фрилансера, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Спасибо за внимание и увидимся в следующий раз. Вы еще не ушли? Ну, тогда для самых терпеливых и настойчивых давайте покажу, как выглядят перечисленные в этой презентации артефакты вживую. Вот документ, который называется «Проектирование». Здесь структура всего курса. Видите, я плюсиками отмечал, для каких разделов есть тексты, для каких разделов я подготовил задания и какая у них нумерация. И здесь есть ссылочки на все видеоуроки, которые я подготовил. Очень удобно. Вот документ с самим курсом. Как видите, он здоровенный. Здесь много текста. Не очень много, но достаточно картинок. И на основе этого документа я, собственно, делал презентацию. Вот презентация. 360 слайдов. Причем, когда я делал презентацию, я брал за основу тексты из документа, но их дополнял, улучшал, оптимизировал. То есть, несмотря на то, что в базе знаний выложены и тексты, и видео, на самом деле видео более актуальны, чем тексты, которые под этим видео. Но мое дело было заложить место под эту информацию, а в будущем я могу что-то подкорректировать, если что. Вот как выглядит набор папок рекламы авторского канала в Телеграме. То есть это вот как раз курс, выложенный в базе знаний проектората на платформе MemberLux. Заходим в папку «Подготовка своего канала в рекламе». Вот так выглядят уроки. Заходим внутрь. И вот видим название, ролик, текст с заданием и текст. Текст, текст. Дальше перечень продуктов в Just Click. Вот он, доступ к курсу рекламы авторского канала в Телеграме. Вот она, моя система. Здесь ничего интересного. А вот лендинг, который я сделал на сайте LP-151. Сделал этот лендинг я, наверное, минут за 20. Ну, а теперь точно все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok